все мы готовы мы готовы друзья друзья приветствую надеюсь вы меня слышите надеюсь вы меня слышите и видите потому что я вообще первый раз такой информации он нам поле в таком буду делать да и к сожалению наверное даже не смогу некоторые вещи ну как есть у нас интересная сегодня тема застолье как пережить праздники и поэтому все в таком предпраздничном настроении все с бухты барахты получилось в принципе как и тема наша тема которая очень интересная надеюсь и многие возможно из академии тоже занимался на моих занятиях инструкции по эксплуатации тела меня знаете но также знаете что с гаджетами я очень сложно дружу поэтому здесь вот как технически у нас будет получаться так будет получаться прошу прощения потому что первый раз в таком варианте и абсолютно без подготовки я пять минут назад забежала домой непредвиденные вот эти вот все получились такие у нас дурбации но мы с вами надеюсь проведем активно эти 30 минут будем ориентироваться на 30 минут я засеку время вопросы в конце тоже приветствуются я надеюсь их увижу смогу увидеть застолья и как пережить праздники тема вообще актуальная в преддверии праздников у нас большое количество праздников вообще в принципе в году и помимо новогодних праздников помимо 23 февраля или 8 марта мы также с вами справляем и дни рождения юбилей и рождения компании или просто встречаемся с друзьями и понятно что мы все с вами живем на этой планете и обычные статистические средние и я всегда говорю что за золотую середину и также инструкции по эксплуатации тела и также капитали владимирович многоуважаемый нами всеми говорит что обычно бывает по всякому обычно бывает по всяк если мы понимаем с вами что застолье вот такого классическом понимании не избежать потому что ну допустим родственники свадьба любимого друга и ну обидеться так как же так или еще различных я привожу пример допустим вы работаете вместе с китайскими друзьями и там в принципе подписывать договора принято где-то застолье с алкогольными напитками в бане то есть это у них такие традиции мы понимаем что обычно бывает по всякому и застолье его в принципе иногда невозможно избежать как и с алкогольными накид напитками так и с каким-то большим количеством излияния виде разнообразия блюд и и само слово уже застолье мы знаем что большое количество у нас внутри слова зашифрованы до моментов а так вот застолье подразумевает что за столом то есть уже психологически наш ум наш наше подсознание настаивается на то что за столом мы проведем какое-то определенное количество времени так вот сегодня я думаю что вы уже умудренный опыт там знаете большое количество различных как сейчас модно принято говорить лайфхаков да то есть каких-то таких уловок которые помогают избавиться да то есть или предупредить предотвратить или облегчить те моменты которые связаны так или иначе у нас с разным с празднованием праздников различных то есть застолье и а если говорить о преддверии всего того что нам с вами впереди я думаю что это как раз вот этот вебинар он кстати так вот если рекомендации взять мы с вами просто идем общую константу те вещи возможно которые каждый из вас да уже что-то знает мы сейчас просто все в кучку я думаю что возможно вы даже в комментариях накидаете еще какие-то свои интересные по жизни уже практики вот сейчас я тоже пройдя в свое время большое количество различных мероприятий и наблюдая так или иначе принимая участие и на той стороне и на другой стороне сейчас склоняюсь к тому что вообще само понятие застолье его в принципе сейчас можно уже убирать из наших таких традиционных мероприятий а или минимизировать то есть минимизировать на горню да то есть вот эти вот развитие направлений таких фуршетные меню стали наиболее интересны мы можем ходить мы можем передвигаться нам не дают скучать как раз на разнообразие людей разнообразие компании через через которые мы можем проходить если допустим здесь неинтересно беседа и могу присоединиться в другой при этом в руках держу какие-то маленькие видим бутербродики то есть все все мини-мини и таким образом здесь и психологически удобно да допустим ну когда мы сидим за столом у нас туда посадили с каким соседом посадили приятно неприятно беседовать далее возможно сосед уже быстро нас обеседовался как говорится и лежит уже лицо где-то в салате ну то есть я обычный буду сейчас говорить какие-то такие вещи простым нашим языком понятным всем то есть без профессорского какого-то подтекста и вот здесь вот фуршетные такие мероприятия не более комфортные сейчас и если не устраивает эта группа людей да я могу спокойно перейти в другую третью и таким образом ходить смотреть какие-то допустим если это дни дома в картины галереях часто устраивают да какие-то празднества поэтому вот здесь как раз первое на что нужно обращать в современном мире внимание и если мы хотим избежать предотвратить каких-то неприятностей это больше упор на внимание не на меню делать а на те активити которые мы предлагаем гостям потому что очень часто застолье когда хозяйка или хозяин мероприятия заранее не позаботились о каких-то активностях для гостей то беседа допустим может закончиться завершиться то что остается да то есть это алкогольное какое-то излияние да и продолжать есть но первое когда мы вообще предполагаем что у нас планируется такое застолье или мероприятие допустим в виде того же самого фуршета но мы предполагаем что там и еда большое количество и алкогольных напитков то первое конечно самому себе стоит задать вопрос вообще какая цель у вас на этом мероприятии то есть это вот самое основное потому что я призываю наверное да и предполагаю что большая часть из вас здесь осознанные понимаете что общение с близкими с друзьями с которыми мы продолжаем общаться на таких мероприятиях или предполагается что мы будем с ними общаться то есть идем к брату на свадьбу или маме в гости на новый год тот же самый а предлагает общение с близкими общение она доставляет нам определенное удовольствие удовлетворение и алкоголь он здесь может присутствовать или не присутствует зависимости что мы хотим но если цель и задача как можно быстрее напиться и забыться то здесь стоит наверное задавать вопрос уже самому себе или самой себе почему это происходит почему вместо того чтобы общаться со своими близкими друзьями и знакомыми получать куда новую информацию новые контакты вы напиваемся и забываемся да то есть здесь уже вопрос проработки себя от чего убегает человек стали на личность или почему так вас держит жестко в рамках что вам хочется наоборот дайте рамки снять и станцевать полку бабочку на столе да то есть внутри у вас возможно вот такая вот душа но вы вынуждены там ходить пиджачке в галстучке и содержать какие-то ранки пречи но вы внутри другой то есть это уже такая работа психологическая поэтому перед такими застольями перед праздником воздаем себе вопрос что я хочу пообщаться получить эмоциональные какие-то такие вот встряски положительные позитивные или наедца от куза как и наши говорят обычное слово обожраться жрать знаем слово такое хорошее просто перевернули обожраться напиться и забыться и вот здесь вот вы уже перед таким такой постановкой вопроса будете понимать что вам нужно почему вы делаете так или иначе или допустим такой вариант когда человек очень долго в теле себя держит таком черном черном теле то есть мы течение с какого-то времени а следим за своим персональным питанием читаем килокалории смотрим что мы покупаем что мы кладем на так на тарелку то есть такой хронический подголок и мозг а поверьте с мозгом невозможно бороться мозг наш раз все время логика это победит и соответственно потом когда мы видим вот такие накрытые просто классический стол вспоминаем да может возможно тоже готовят классический стол это ломится от разнообразных блюд закусок различных салатов салатов намиксованных которые сами по себе уже ну так скажем дают определенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт а совместно когда и аликея наша классика да и рыба под шубой и середка под шубой и моза крабовый все это вместе театологи порой да вот рецеологи называют братские могилы желудочно-кишечный тракт система просто после таких излияний даже пищевых входит в строй очень быстро и когда конечно человек видит такие вот богатства он себя долго держал в черном теле то срыв происходит и а потом еще начинает у нас играть что то есть мы классически готовля приготавливая такой стол накрывает на на стол то есть это мы столько тратим времени а семейного бюджета или бюджета компании здесь не важно да то есть мы бегаем по магазинам а все это закупаем потом три дня стоим режем готовим приготовим варим парим нарезаем а потом это все нам предстоит есть а а если опять таки нет активе да то есть ну что есть и пить и пить и есть и когда наступает следующий день мы понимаем что сколько всего осталось жалко жалко начинает вот это вот играть наше ну как же так столько времени столько денег столько всего было энергозатрат потрачено и как же теперь выбрасывать надо теперь доедать то есть три дня готовят потом три дня порой неделю мы доедаем доедаем запихиваем запихиваем если плюс это еще и и рационально рациональное питание проходил тоже да то получается что за неделю две можно существенно набрать как в весе особенно при сочетании алкоголя с легкими углеводами набирается сразу в жировую переходит все это момент откладывается и также это идет такой жесткий удар по нашему желудочно-кишечному тракту по нашей системе организм находится на грани на срыве и конечно же последствия потом последствия которые возникают после таких излияния таких застолий они сказываются те сразу те такие обостряющиеся вещи через месяц-два-два если мы не выходим из детоксикации целенаправленно способом то получаем такие вот из раза в раз таких застолий таких излияний а мы потом получаем развал схождения нашего тела и вопрос возникает а вообще надо ли а зачем для чего мне необходимо так нагружать свой организм допустим раз в год или два раза в год зависимости кто празднику относится и какой праздник ждет для Для чего, да, то есть с какой целью я это делаю, чтобы что, да, чтобы получить результат, ну, вот такие, как минимум, головные боли по утрам, как максимум, какие-то проблемы, которые мы потом решаем с помощью дополнительных специалистов, денежных средств своего времени. Поэтому, конечно же, я буду вас призывать к рациональному питанию также и за праздничным столом и минимизации напитков, содержащих спирт, но возвращаемся к тому, что обычно бывает по-всякому. И если всё-таки этого не избежать, давайте продумаем, что нам можно сделать, как можно минимизировать вот этот стол, минимизировать потери здоровья, потери энергии и выйти, скажем так, ну, я победитель, конечно, в кавычках, возьму в этом слове, но остаться более-менее в своём теле, со своим разумом, да, со своим умом и чтобы не поплыли наши клетки нейронные куда-то, никуда. Потом мы это всё не восстанавливали долго и печально, да, как-то не печально это не звучало. Так вот, один из, можете взять бумагу, карандаш, записывать вот эти моменты, ставить себе галочки, то есть первое, представим, что нам это только предстоит, да, то есть праздник будет, а праздник вот скоро будет, да, то есть праздник будет завтра, например. Можно начинать к нему уже подготовиться сейчас, если вы хозяин положения, к вам придут гости, то есть подумайте в первую очередь об активности, пусть это даже будут пассивные какие-то, да, то есть головоломки поработать, да, поиграть и так далее. То есть это будут более активные какие-то моменты мероприятия, это уже будет хорошо, то есть люди будут ходить, не постоянно находиться за столом, поэтому вот эта вот автоматическая накладка еды в рот, она будет минимизирована. Опять-таки вы должны понимать, что праздничный день это такой же день, как и любой другой день 365 дней в году, да, то есть каждый день у нас, ну, я называю его вообще каждый день праздник. Но когда мы понимаем с вами, что вот есть определенный праздник будет, то на этом день не заканчивается. У нас также есть завтрак, если вы завтраете, у нас также есть обед, какие-то перекусы, если вы ведете вот такой образ жизни по питанию, то не нужно в этот момент, в праздничный день говорить себе так, да, то есть, вау, я же иду сегодня к Петрову в гости, поэтому надо обязательно не поесть, прийти голодным, чтобы все смести с стола, да, то есть иногда у нас бывают вот такие какие-то моменты, мысли. Нет, мы приходим в гости, мы садимся за стол, при этом перед выходом в гости дома мы также кушаем, завтраком, обедаем, какие-то перекусы у нас есть, то есть мы приходим сытые, это примерно так же, как голодным ходить в магазин, да, когда голодным мы приходим в магазин, то мы можем смести там пол супермаркета, поэтому лучше ходить в магазин сытым, тогда вы купите то, что вам по списку говорят. Соответственно, приходите сытыми и в этот день, когда вы собираетесь отпраздновать какой-то праздник, и у вас планируется застолье, то можно сделать такую хитрость, ну, во-первых, кушаем, во-вторых, перед самим застольем за 20-30 минут можно съесть какие-то жиры, то есть, ну, сюда это может быть, начиная от растительного масла выпить ложечку, кокосовое масло, сало тоже самое, поесть прямо с сало без мяса, то есть, жирное что-то, тот же самый авокадо, допустим, к жиру относится, хороший жирный продукт, полить его маслом растительным и съесть то же самое авокадо. Это позволит мягко обволочить ваши стенки желудочно-кишечного тракта, желудка, кишечника, и если предстоит как раз алкогольный, я об алкогольном изменении говорю, алкоголь, то, соответственно, алкоголь будет меньше всасываться и меньше наносить вам вреда. Также можно схитрить и с утра выпить, уже с утра выпить праздничный день. Помним, что ужин такой же, только праздничный. Праздничный можно сделать сервировку, да, то есть оставить функциональное питание, если вы хозяин положения или фуршетное меню, опять-таки сделать праздничный, украсить, и, соответственно, вот он вам праздничный ужин. Так вот, но если предполагаются тяжелые какие-то алкогольные вещи, то, соответственно, можно выпить какой-то сорбент. Я, конечно, рекомендую определенные сорбенты, но как минимум, допустим, активированный куголь. Помним, что сорбенты, их пить нужно с головой, то есть сорбент-сорбент-розень, и долго увлекаться определенными сорбентами, аптечными сорбентами тоже не стоит. Но вот подстраховаться и выпить сорбент, это будет один из вариантов, как сминимизировать вот это вот алкогольное опьянение, оставаться в трезвости, и чтобы праздник удался, чтобы вы его помнили, да. На утро не было мучительно стыдно, когда начинают выкладывать, сейчас особенно бег гаджетов, сразу все появляется на YouTube, и мы смотрим, как люди веселятся на вечеринках, на вот таких застольях. И также вечером, когда уже вечеринка закончилась, застолье закончилось, вечером перед сном также выпить какой-то сорбент. При этом помните, что нужно пить большое количество воды. Также перед застольем выпиваем количество воды определенное, пьем, и если присутствует алкоголь, то, соответственно, делайте один к одному, да, то есть у вас, допустим, рюмочка чего-то горячительного и вода. То есть между приемами разбавляйте водой, потому что крепкий алкоголь забирает на себя, изложивает организм, и ему нужно восполняться. Но также разбавляя, да, то есть вы снижаете вот эти все градусы, как есть греческий, да, такой метод, когда вино разбавляют водой один к одному, и потихонечку выпивают в течение вечера. Пара стаканов психологически, да, то есть мы думаем, что пара стаканов, но на самом деле, то есть это все мягко происходит. Также один из моментов, вы можете выпить, начинать пить в день непосредственно праздничного, перед праздничным ужином, начинать пить янтарную кислоту. Янтарная кислота, она недорого стоит в аптеках, аптечных препарат, и янтарная кислота, она очень хорошо участвует в цепле кепса, это как раз, который нам быстро выводит, снижает эту алкогольную нагрузку, и это кислород, да, опять-таки, чтобы у нас все ткани дышали, все быстро уходили, все эти кислоты, которые образуются, пушистная кислота, в частности, краевой такой сегмент от стекилового эфира, и, соответственно, быстрее проходят вот эти все наши моменты, связанные с алкогольным отравлением. И также янтарную кислоту выпиваете на ночь и утром, если все-таки переборщили, то утром у нас дальше в абсорбенты и также янтарная кислота. Выйти из состояния, если все-таки переборщили с алкогольными напитками, и утром болит голова, подташнивает, ну, то есть все вот эти, вот я думаю, многие испытывали такие моменты, то здесь первый момент, в какой момент, ну, уже ассорбент и янтарную кислоту я вам сказала, вода – это вот вообще наш спаситель. И до начала мероприятия застолья, и во время, если будете еще подшелачивать ее, закислять, то есть он настоящий, то есть мы кислоту вливаем в лимон, но на самом деле лимон имеет такие биохимические функции, что он защелачивает, защелачивает. И вода после, особенно когда, да, у нас болит голова, подташнивает, пьем, пьем, пьем воду. Возполняем водный баланс и самые простые методы, которые опробованы нашим народом и не только нашим, а вообще, в принципе, теми странами, где это в норме считается, да, когда мы смешиваем и пищу, и алкогольные напитки, то это рассол. Рассол или томатный сок. Почему, да, потому что мы теряем вместе с выводом детоксикации, печень здесь очень хорошо работает у нас, нагружается, выводит все это дело, расщепляет, старается, но не только она, то есть организм весь находится в таком детокс-эспрессе, то выводятся вместе с этим и электролиты. То есть восполнение электролитного баланса, как раз вот рассол, да, где у нас соли, минералы, или газированная, без газа минеральная вода, или опять-таки томатный сок, томатном соке, кстати, большое количество янтарной кислоты, той же самой, и помогает это все вместе нам, да, восполнить электролиты и вывести те продукты, альдекиды, да, которые образуются у нас вот как токсические в результате расщепления эфирного спирта, да. И один из моментов, наверное, подсказок все-таки, это как не набрать, допустим, тот же самый вес. Девчонки, да, и мальчишки также сейчас очень внимательно относятся к своему весу, как мы выглядим, потому что все это сейчас культ молодости, все у нас вводят уже на первый, на пьедестал поставили. Ну, это так, принимаем, по крайней мере, пока ту цивилизацию, которую нам диктует, все эти условия, или не принимаем, но, по крайней мере, стройность, все-таки это и облегчение для сериально-судистой системы, и для опорно-двигательного аппарата, поэтому лишний вес, он несет определенные свои минусы. И вот, чтобы не набрать незаметно за праздничные дни лишние килограммы, потом мучительно, там, да, за неделю мы набираем, потом 2-3 месяца мучительно отрабатываем в тренажерных залах, порой это трудно согнать, не мешайте алкоголь с легкими углеводами, постарайтесь после 16 часов, чтобы у вас на столах, уберите, ну, или не притрагивайтесь фруктам, их сладкому, как бы не хотелось. Все-таки у нас организм с 23 часов 0-0 в желудочно-черечный тракт входит в состояние спящего режима, и вот эти вот все излияния в ночь очень нехорошо сказываются на нем. Мясные нарезки, рыбные нарезки, овощи, зелень, пожалуйста, да, то есть сыры, сыры тоже берите кислые, не берите сыры с плесенью, да, потому что, опять-таки, легкие углеводы, все, которые мы употребляем после 16-0-0, они быстро преобразуются в жир, вот так устроено наше тело. И фрукты, тоже их желательно, то есть легкие углеводы, фрукты, пора вот эти вот после 16-ти не употреблять. Мы подкормим таким образом наши патогенные бактерии, подкормим не те бактерии и вообще не тех товарищей, которые нам совсем не товарищи, и вот сейчас большое количество печаток называемого это кандида, кандидоз, и мы подкормим только их, еще больше вырастим нашу кандиду, который так, да, практически у 80% населения планеты Земля сейчас плавенствует. и ничего хорошего не приобретем, мы приобретем плюс алкоголь и фруктики, приобретем вот этот лишний вес, сразу жир, и плюс еще и размножим себе патогенных паразитов, которые нам не нужны. Поэтому каждый раз, когда вы кладете в рот, и даже пусть это будет праздничный ужин, задумывайтесь, да, как потом, и за счет чего вы будете возвращать обратно здоровье, да, и получится ли, да, и как это будет стоить, а стоит ли, да, опять-таки. Поэтому можно избежать, рационально употребляя пищу, то есть выбирая те моменты, выбирая ту пищу, которая не будет наносить вот вреда, не будет убивать вашу микрофлору и размножать ту, которая нам не нужна. А также лучше, будет лучшим вариантом, когда вы покушаете и только после еды вы начнете потихонечку, если будете, да, употреблять алкогольные напитки. И вот здесь тоже нужно понимать, вам еще чуть-чуть вот дам информации, не поглядывая на время, здесь нужно понимать тоже алкогольные напитки алкогольным роземь, и нужно понимать вашу генетическую составляющую, ферментативную составляющую. Можете ли вы переварить тот или иной алкоголь без, ну, с минимизацией вреда для здоровья. Допустим, мы с вами берем такие напитки, которые из винограда, то есть это наше вино, это коньяк, это шампанское, где участвует виноград, да, то есть и есть именно конкретно из винограда, есть да у нас ну, что-то подмешивать, ну, будем сейчас говорить о хороших напитках, так вот, если вы пьете такие напитки и знаете, что вас начинают в процессе поташнивать, какой-то дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, вы начинаете покрываться такими красными пятнами по лицу, по шее, это говорит о том, что нет ферментов, которые позволяют расщепить хорошо, достаточно хорошо те алтеоиды, которые возникают в процессе расщепления этилового спирта, прошу прощения. Соответственно, лучше тогда от этих напитков уходить и выбирать другие, да, переходить к более крепким, более крепкие напитки и из них, ну, наверное, вот, если уж рекомендовать, что я делаю, да, но если уж рекомендовать, то это текила и самогон, которые будут в топе находиться по минимальному такому воздействию совсем-совсем пагубному на организм. Я не иду с последующими спектами, потому что даже тот же самый ром, он делается на сахарном тростнике, это опять-таки подкормка наших простейших кандид, кандиды, той же самой грибков, патогенной микрофлоры, то вот самогон и текила на кактусе, да, самогон, на чём, да, всё это изготовляется, будет с минимальными, скажем так, для организма потерями. Но помним, что рекомендация опять-таки ВОЗ, ВОЗ, рекомендации я вам скажу, и посмотрите, как они отличаются от рекомендации Минздрава Российской Федерации. Допустим, по вину и по крепким напиткам. Минздрав Российской Федерации рекомендует, ну, не рекомендует, скажем так, безопасная дозировка для организма. Ежедневно вы можете употреблять, ежедневно вы можете употреблять один стакан вина красного или, допустим, там, стопочку какого-то горячительного напитка. Но, друзья, мы понимаем, что любой алкоголь наносит вред нашему телу. Я не знаю, откуда Минздрав взял такие данные, но ВОЗ рекомендует, хотя мы тоже знаем, что это за организация, ВОЗ рекомендует раз в полгода употреблять один стакан вина и стопочка горячительного напитка. Если что-то вот, оно происходит раз в полгода без вреда для здоровья или с последующими детокс-программой это можно делать. Ну, а если это происходит на постоянной основе, вы понимаете, к чему это может приводить. Поэтому защищайте, все-таки включайте осознанность, защищайте себя, защищайте свою печень и детокс-печень обязательно, конечно, помогает печени восстанавливаться после этого. Очень хороший периодный комплекс это расторопша, который восстанавливает клетки печени. Выпивайте до и после какие-то травяные напитки, которые являются желчегонными напитками, то есть помогайте снимать детоксикацию, если уж это произошло. Но опять-таки, возвращаясь, если вы покушаете, хорошо поели, все плотненько, покушали праздничный ужин, поблагодарили хозяева, и потом вы начинаете применять алкогольные напитки. И помним, один к одному, то есть выпили стакан вина, потом пьем стакан или два стакана воды с лимоном, опять стакан вина, два-один стакан воды с лимоном, то, соответственно, вы можете избежать вот этих вот переизлияния, психологически ваш мозг, ваш ум будет расслабляться, и мы можем избежать таких неприятностей, как пили-еле или похмельный синдром. Вот, друзья, попыталась быть краткой, сейчас, честно говоря, даже не знаю, как переключиться, чтобы посмотреть ваши вопросы. А я их задам. Сложно, Виктория, признать наш код, поможешь мне, потому что я бдю. Ну, вообще, хочу начать с того, что люди возмущаются, причем мне в личку почему-то, что как это так сытым в гости, это вообще не в нашей традиции, хозяева обидятся и к маме сытым тоже не прийти, ну, вот как с этим быть? У нас именно, смотрите, это больше всего, это, ну, это не у всех, сейчас уже играет, да, то есть это поколение, да, когда прошли мы определенные кризисы и было шаром покатить. Я имею в виду не то, чтобы сытые приехали как вот колобок, да, закатились в гости, а я вообще все поел, а имеется в виду, что не нужно пропускать в этот момент ваш завтрак и обед. То есть вы для себя, для мозга, еще раз, из-за своего ума, поймите, что праздничный ужин это точно такой же ужин, только праздничный. То есть он празднично украшен, поставлены свечи, да, это не значит, что стол должен просто ломиться, проламываться и нужно все смести. как будто завтра вы выйдете и все, конец Помпеи, холодильник пустой, на прилавках пусто и мы все умрем от голода. То есть вот эту концепцию из ума нужно выводить, то есть шаблоны вот эти. И как еще ум успокоить, я всегда рекомендую, делайте себе праздничный ужин каждую неделю, делайте каждый вечер, ставьте свечи, украшайте красиво как тарелку свою. То есть для вашего ума, для сознания будет потом норма, что праздничный вечер, праздничный ужин у вас всегда. И он уже будет спокойно приходить в гости куда-либо, к маме, к родственникам, к детям, на свадьбу, потому что у вас всегда праздничный ужин. Или раз в неделю, то есть он уже будет спокойно. А здесь имеется в виду, что вы не до полного желудка наедаетесь, а вы позавтракали, вы пообедали, вы пришли на ужин, вы кушаете, пробуете, или выбираете те салаты, которые понимаете, что у вас не взорвет потом в конце от них. То есть или накладываете столько, помним, да, вот эти вот все наши нервные ложки, и помним, что завтра будет такой же день, где будет также присутствовать холодильник, и эти же салаты, которые можно завтра закушать, если вы у мамы остаетесь ночевать. то есть вот без фанатизма. Я всегда, этот баланс, держите баланс. Так, а можно фрукты заменить сухофруктами, или после 16 тоже не стоит? Смотрите, если вопрос от девочек, то вообще... От девочек. Да, у меня вообще рекомендация после 16, ну, желательно вообще углеводы уже не есть. Так устроен наш желудочно-кишечный тракт, что ферментативная система, расщепляющая по углеводам, легким углеводам, сахарам, вот этим всем, да, фруктам, она уже, ну, практически там засыпает. Очень легко переходит это все в жир. То есть с утра до обеда, до 16.00 можно вот это все кушать, а потом идет немножко другой процесс. И, к сожалению, помимо жира, вы еще, и вот, что это, штукафрукты, это еще концентрирование фруктозы, еще концентрирование сахара, то есть воды уже нет, то есть там еще концентрирование все это дело. И мы таким образом еще и подкармливаем вот эти вот все грибковые вещи. А поверьте мне, грибок сейчас, это печаль печальная, он поразил практически 80% населения земля. и если не входить в рациональное питание, не отслеживать питание, вот наша микробиота, наша, да, вот в золочистом пищеварке, которая для нас полезна и в симбиозе с нами находится и помогает нам и в том числе расщеплять алкогольные напитки и ту же самую курицу, вот эта симбиота, она помогает расщеплять своими ферментами, метабиоты, скажем, теми элементами, которыми выделяет, но сама микробиота, она питается клетчаткой, точка, все остальное, вот сахара, на которых нас тянет, вот это все вкусненькое, да, вот этим питаются патогенные бактерии и грибки, и поэтому, когда мы кушаем ту или иную продукт, поймите, в каком количестве вы его употребляете, если в большом количестве у вас тут сахара, то есть вы в большом количестве выращиваете армию грибков и патогенных бактерий, а у них идет война, то есть грибки и наши, наши микробиоты, она постоянно, они, это реально враги между собой, они за место на кишечнике, кто будет жить, да, на слизистой кишечнике, микробиота наша полезная или грибки, то есть сама грибок, допустим, кальгид, она находится в просвете, в норме, она есть, у любого человека она все равно есть, но в просвете, но если мы уничтожаем свою микробиоту, мы не даем ей полезные штучки, в которой именно она питается, она голодная, то есть на чем должна быть, как она должна, она начинает погибать, уходить с кишечника, дырки, такое понятие дырявый кишечник, на него приходит другая патогенная микрофлора вместе с грибком, то есть они сразу метряются и понеслась, потом это все вывести очень сложно, то есть целые там схемы, нужно работать, поэтому задумывайтесь об этом, то есть с каждым разом делайте вот это рациональное питание, входите в рациональное питание и лучше фуковруктики где поесть, то если нравится, а уже прийти и так налегать на, пожалуйста, мясные нарезки, рыба, овощи, они остаются, зелень, кушайте. Вопрос личный к вам Елена от Алексея. Как вы отмечаете Новый год? Застолье исключается? Я, честно говоря, не знаю, как я отмечу этот Новый год, потому что я с дочкой уезжаю в Сочи, мы, конечно, дочка будет сама готовить какой-то мандариновый пирог, ей буду помогать, но застолья у меня давно, ну, давно уже застолья нет, у меня предыдущий Новый год я отмечала в Карелии, это был такой мистический Новый год, мы разожгли костер, у нас было 25 человек, мы там, в общем, шли такие хлопья, это было очень красиво, Новый год встречать в лесу, возле костра, выбивайте вот эти вот шаблоны, застолья, ну, а нынче, я думаю, наверное, мы будем гулять, погуляем немножечко возле моря, это вот тоже очень красиво, когда холодное зимнее море, то что по-своему очень притягательно, а потом, возможно, пойдем в горы, то есть у нас будет такой гулятельный, гулятельный. Так, но на мой призыв задавать вопросы, люди сказали, а что тут непонятного, не переедать и не пить, собственно, поэтому, Елена, я считаю, что миссию свою мы выполнили, кто предупрежден, тот вооружен, еще раз, это здорово, потому что, в принципе, у нас это сама публика, она такая вся уже осознанная, то есть лайфхаки, скорее всего, вот эти вот подсказки, как если все-таки предстоит и хочется, я вот всегда говорю, без фанатизма, друзья, то есть если хочется, делаем, но просто в этот день, то и после вот два дня мы подстраховываем свое тело, то есть начинаем пить какие-то желчегонные, то есть уже разгоняем желчь перед, выпиваем жиры какие-то, то есть съедаем, я еще раз повторюсь, жиры за 20-30 минут до излияния алкогольного, чтобы у нас меньше все это входило в кровоток, и разбавляем один к одному, то есть просто между алкогольным напитком мы пьем воду или какой-то мор собственного приготовления, травяной тот же самый чай, то есть и таким образом мы избежим вот этих вот всех моментов неприятных, которые наутро бывают у нас, а утром то же самое, то есть на ночь сорбент выпили с янтарной кислотой, и утром точно так же сорбент, янтарная кислота, это позволит нам быстрее расщепить все остатки, снять токсическую нагрузку и легко вывести себя из детокса, и пейте, пейте, то есть горячая, тепло-горячая вода, вот она будет помогать быстрее выводить и снимать это нагрузку практически. Так вот, падает токс. Да. От Академии, от Академии от меня лично, конечно же, я поздравляю с наступающими всех, желаю вам, наверное, знаете, здесь пожелать, вот желаю вам того, что вы себе прорисовываете сейчас, я уверена, каждый подводит итог этого года, что было, уже многие начинают выкладывать свои посты, это очень здорово, да, то есть, как вы себя развили, да, в этом плане, чего вы достигли, кем вы стали по сравнению с собой, который был год назад, только с собой себя сравнивайте, это самый лучший вариант, и ставите сейчас другие цели, которые будут в новом году, и поэтому желаю вам достижения этих целей, достижения мечт, желаний, которые вы перед собой рисуете, на доселе желаний, да, или где-то записочки будете сжигать, опять шампанское, пока подбой курантов, пусть это все сбывается, главное помните, что вы есть не только это тело, ваша форма, да, то есть, есть дух, душа, и в каком состоянии ваше тело, в каком состоянии ваша форма, от того будет и зависеть, как ваш дух будет вас слышать, как вы будете общаться с ним, и если форма будет больна, если форма будет неухожена, зашлакована, то, соответственно, и тело будет оттягивать своими болезнями, будет оттягивать на себя всю энергетику и забирать эти силы, которые вы хотели бы направить на исполнение своих мечт и желаний, поэтому не забывайте, мы всё-таки материальном мире, не забывайте о своих формах, не забывайте о своем теле, как бы вы духовно не развивались, держите баланс, без фанатизма в ту или иную сторону, держите баланс, здоровое тело, здоровый дух, это на самом деле истина. До встречи, в Новом году. Лена, огромное спасибо с наступающим Новым годом. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok